За 4 дня Александр Гоголин уже успел подружиться со своим гостем, но все же старается держаться с найденышем на расстоянии. Характер у зверя непредсказуемый. У него лапа небольшая, он может элементарно проскочить. Кормишь, разговариваешь, но вот он стоит у кормушки, вот даже еда есть, он стоит, пищит, он просто истощенный. Ну сколько-то дней он не мог себе найти пищу. Явно с мамкой не был и не научился добывать пищу себе. Скулит медвежонок целыми днями у косолапого проблемы с печенью. Это тоже от голода. Весит он даже меньше, чем собака, чуть больше 20 килограммов. Истощение скрывает густая шерсть. Медведю примерно около двух лет и он должен быть таким же, как его сверстник из соседнего вольера. Вес салавата под 100 килограммов. Пугается найденыш и громких звуков. Сразу начинает прикрывать голову лапами. Так делают только ручные звери. Сразу явно было, что он не дикий. Потому что, видя нас, стоя над нами в пяти метрах и никакой, не принимая ничего, он бежал чисто по дороге, ему не надо даже было. Дикий бы он убежал. Вообще фыркая. А этот добежал, встал. То есть, видя нас, встал. Неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы его не заметили на одной из автострасс Завьяловского района. Косолапый шел мимо проезжающих машин. О странном пешеходе сообщили в полицию. Их природоохранное ведомство. Скорее всего, считают специалисты, медведя выбросили на дорогу его прежние владельцы. Или он от них сбежал. Незаконное изъятие из окружающей среды медведей – это уголовная ответственность на данный момент. Поэтому сейчас ищутся люди, поиск людей идет, кто мог содержать этого медведя. Но если найдется, ему как минимум будет штраф. Штраф всего 5000 рублей. Людей этих ищут не только в Адмурте, но и за ее пределами. Директор Ижевского зоопарка вспоминает, этим летом к ней обращался человек с просьбой приютить медведя. Но в зоопарке принять зверя не смогли. Зоопарк – это не питомник. И есть определенное количество вольеров, в которых должно содержаться определенное количество животных. Тем более сейчас медведи ложатся в спячку. Сейчас у них уже достаточно коматозное состояние. Мы за ними очень серьезно наблюдаем. И все места уже приготовлены. Я не могу по каждому звонку кого-то принимать себе. На испытательной станции зверя продержат, пока не найдут питомник, которым его приютят. Найденыша здесь балуют, стараются покормить его вкуснее, дают ему тортики и даже йогурты. Кушай, кушай давай, малыш. Сейчас медведь набирает вес, ест по четыре торта за раз. И, как говорит охотовед, отъевшись, найденыш, как и его сородичи, будет дремать всю зиму. Светлана Буланова, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия».